И в Америке, и в суперуспешной Корее, и в Японии, и в Европе, и в Западной Европе такие компании, такие мошенники, такие схемы есть. Поэтому мы не уникальны, это не наш какой-то, не нужно здесь себя уничижать. Вы продолжите про схемы говорить, потому что есть еще разные другие, да? Да, ну хорошо, окей, да. Первая это схема пункта, и, собственно, она... Да-да-да, я просто хочу подключить к нашей беседе еще одного эксперта, Алибека Абдилова, главного консультанта агентства по финансовому мониторингу. Алибек, вы с нами на связи, здравствуйте. Здравствуйте, да, я слышу вас. Да, мы как раз, вот Андрей говорит, что мы не уникальны казахстанцы, на это покупаются все люди в мире, покупались и, видимо, будут покупаться. Я не знаю, что это такое и как с этим бороться. Вот есть у вас свежие данные по расследованию преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид? На какой стадии они сейчас находятся и сколько пострадавших? И сумма ущерба возможная? Немного статистики, да? Да, ну, что касается статистики, то вот по сегодняшний день органами финансового мониторинга выявлены 30 финансовых пирамид, это вот видно по направлению агентства по финансовому мониторингу, пострадавших почти 2,5 тысячи на сумму почти 4,8 миллиарда тенге. И статистика, по крайней мере, в рамках этого вопроса такова. Это много или мало сейчас? Вот Юрий говорит, что мы просто затронули вопрос законодательства и говорим, что у нас нет органа, который бы там ввел реестр этих компаний, где их проверить легко и просто было. Вы этим не занимаетесь? Много это или мало нужно, понимаете, помимо того, что есть статистика агентства по финансовому мониторингу, этим же вопросом занимается еще и Министерство внутренних дел, определенные подразделения, поэтому здесь нужно будет и их статистику тоже приводить, и тогда будет, наверное, более-менее понятно. Пока что лишь цифры. Алибек, можно назвать, не знаю, регионы, города Казахстана, где такие организации, не знаю, больше всего активные, это все-таки какие-то большие, крупные населенные пункты или наоборот, какие-то периферии, где люди просто недостаточно финансово грамотные, мало зарабатывают и ищут возможности дохода, в том числе вот такого легкого... Вы знаете, здесь момент такой, что касательно финансовой грамотности, вот мы уже говорили, вернее, эксперты, которые в студии уже говорили касательно вопрос финансовой грамотности, Здесь ведь вопрос не в этом, и не в населенном пункте, большой населенный пункт, крупный город, мегаполис или нет, ведь сейчас все вот эти вот мошенники, которые выдают себя под какими-то там инвестиционными компаниями, кооперативами и так далее, они все находятся на просторах интернета, а интернет, как вы знаете, не выбирает населенный пункт, то есть об этом может прочитать и житель большого мегаполиса, и небольшого населенного пункта. Другое дело, что каким образом они себя скрывают, или же укрываясь какими-то, может быть, наименованиями добросовестных компаний, выдают себя, но при этом, при всем являются такими же финансовыми пирамидами, обещая тем же самым вкладчикам какие-то баснословные проценты, или же покупку за бесценок практически там, или на очень выгодных условиях квартир, машин и так далее, ну или же для тех людей, кто попал в черный список по получению, кто по кредитованию в банках второго уровня, обещают там, опять же, на очень выгодных условиях, там выдать денежные средства, займы и так далее. Что касается населенных пунктов, то, конечно же, населенные пункты у нас практически весь Казахстан на сегодня охвачен, если говорить по крупным или по часто встречающимся из тех 30, которых я назвал, очень часто встречаются в списке и Ак-Моринская область, и, конечно же, Алматы как мегаполис, и город Нур-Султан как мегаполис, и область Казлардинская, Карагандинская, Костанайская, Актюбинская, город Шенген, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская область. В общем, практически вся география всей страны, она охвачена сегодня разного направления, разного рода, и финансовые пирамиды, так или иначе скрывающиеся под теми миллионными компаниями, они присутствуют у нас сегодня, и, к сожалению, казахстанцы, конечно же, ведутся на это. Но, опять же, здесь нужно понимать, что сегодняшние мошенники, мы уже сказали в течение эфира, что ведь вообще явление финансовой пирамиды не сегодня, не вчера появилось, в том или ином виде оно было практически всегда, но на сегодняшний день они, используя технологические какие-то возможности, и достижения и так далее, сегодня под разным наименованием, они, к сожалению, проникают в жизни казахстанцев и приносят вот такие вот веды и несчастья для многих жизней нашей страны. Но введение какого-то, не знаю, законопроекта о том, регулировать вот эти онлайн, я не знаю, финансовые пирамиды, которые, можно ли их вообще регулировать, спасет ли такой законопроект, не знаю, что вот ответственность повысим, это вопросы, Юрий, и к вам, и Альбек тоже, как думаете? Ну, я думаю, на этот вопрос лучше ответит представитель законодательной власти, поэтому... У нас уже все, что касается рекламы, ну, практически все прописано. Дело в том, что мы же не можем взять и отключить трафик просто. Конечно. Если мы отключим трафик, этой рекламы не будет, понимаете? Поэтому нам нужно научиться разбираться в той информации, которая на нас транслируется с точки зрения того, съедобно-несъедобно, грубо говоря. Вот, это раз. Хотел немного вот вернуться к тому, что Андрей говорил. Сомнений точно нет, что плюс-минус там мы все одинаковые, да, вот те же самые пирамиды, они и в Африке очень сильно там зарабатывали и зарабатывают сейчас. Другое дело, я хочу сказать, что вот те кейсы, которые, например, назвал Андрей, это не совсем классическое понимание того, что происходило в Казахстане. Почему? Потому что тот же герой, там, волк с Уолл-стрит, тот же Медек, миллиардер, который потом перестал быть им, они действовали как брокерские компании, они были на рынке как публичные компании, они привлекали инвесторов, да, то есть это не какая-то компания, которая вне публичного рынка, как у нас работает, кулуарно, ну, грубо говоря, кулуарно собирает, и она не поднадзорна. Эти компании были все поднадзорны, раз, второе, они там мухлевали с отчетностью, да, то есть это несколько другой случай, я бы сказал, вот. Вот, поэтому в нашей ситуации я имел в виду, что плюс-минус страны СНГ мы очень похожи, даже страны Западной Европы, это мы можем увидеть по делу Финника, это крупнейшая финансовая пирамида, которая там начала работать в Татарстане, она даже Западную, Восточную Европу затронула, включая и нас, вот. По признакам еще хотел добавить к словам эксперта, они были, не знаю, будут ли они по этим путям идти вновь, но это применялось. Предлагались такие варианты, значит, продай нам свое жилье дешевле, ой, дороже, там на 25% с рассрочкой там на 3-4 месяца, и купи у нас лучшее жилье для себя, тоже с рассрочкой, но дешевле на 25%, то есть, получается, они таким образом ликвидность, да, привлекали, они предлагали также транспорт выкупить дороже на 25%, а потом продать более дорогую там машину дешевле, и они предлагали закрыть свой долг со скидкой от номинала путем первоначального взноса, то есть давили конкретно на какие-то материальные нужды, кто не хочет улучшить жилищное положение, ну, все хотят, наверное, да, пожалуйста, вот тебе дешевле, хочешь машину дешевле, вот давай по этой схеме пойти, то же самое, хочешь долг закрыть, пожалуйста, заплати сумму меньше, мы за счет нашей доходности с тобой общей закроем твой долг, вот, поэтому эти схемы, которые манипулируют дешевле дороже, когда человеку хочется дешевле, они тоже работали вот до сегодняшнего дня. То есть, ну, по сути, невозможно создать какого-то контролирующего механизма, который бы вот, ну, на нет свел бы вот такие вот финансовые люди. Ну, на нет, конечно, это очень сложно. Все равно будут люди, которые будут верить, будут поддаваться. Но я могу сказать, что я наблюдаю ситуацию, как было там, например, в прошлом году и как сейчас, на мой взгляд, агентство по финансовому мониторингу гораздо быстрее стало реагировать на те или иные случаи, тем более, что у них есть и технические возможности, и глава государства уже при мне, вот, когда я в СОЗОВ пришел, трижды уже эти проблемы озвучил, и там гораздо быстрее реакция идет со стороны наших органов. Ну, это хорошо, это радует, что как-то активизируем работу. Алибек, а вот главный вопрос, который вот всегда интересует всех пострадавших вкладчиков, как можно вернуть деньги, можно ли, да, вот в тех делах, где расследование закончилось, и виновные уже понесли какое-то наказание, жертвы финансовых пирамид, получали свои деньги обратно, они в полном объеме, или оставались ни с чем, собственно, потому что вот тоже хотят понять судьбу, ждать, не ждать, те, кто обратился уже, ждет расследования, результатов. Да, понятно, но есть статистика определенная по возмещению этих следствий, но я хочу сказать, что те цифры, которые я сейчас озвучу, они ни в коем случае не являются какой-то надеждой или каким-то шансом для тех, кто только собирается вложить, и как уже господин депутат сказал о том, что всегда будут верить в существование таких-таки в основных условиях, очень удобных, дороже, дешевле и так далее. Но что касается статистики, то у нас по прошлому году по оконченным уголовным делам ущерб это 3,7 миллиарда тенге, но по результатам наложения ареста на имущество именно тех финансовых пирамид, офисов, технических средств и так далее, путем дальнейших процедур, то есть продажи и реализации, было выручено 173,5%, это 6,4 миллиарда тенге, то есть, а по этому году возмещено практически 98,1%, это 1,55 миллиарда тенге из 1,75 миллиарда тенге пострадавших, но это для тех пострадавших, которые уже действительно законом были признаны пострадавшим по оконченным делам, по результатам. Еще один момент, о котором мы, наверное, в начале эфира говорили, это количество... А вот на конечном пострадавшем, это вот вся сумма возмещается, да, Любек? Потому что вот это вот статистические данные 1,8-98%, а вот конкретно один человеку получалось так, что возвращали все после расследования, в принципе? Ну да, то есть я сейчас назвал те суммы, по которым уже возврат осуществлен, то есть у нас, если 98% пострадавших, то есть суммы, 98% суммы общей возмещены, и вот эта вот разница в 20 миллионах тенге, она вот сейчас еще решается вопрос, как я хочу возмещаться. Есть надежда, значит, так, хорошо. А у МВД другая, да, статистика? Но я еще раз повторяю о том, что это ни в коем случае не какой-то шаг надежды или какой-то шанс для тех казахстанцев, которые вкладывают и думают, что все будет и так дальше, потому что это только по оконченным делам. Ну все зависит от работы, да, МВД, о том, как пойдет расследование, а потому что, ну, коррупционная составляющая тех же, как бы, внутренних, да, органов у нас тоже. Много вопросов всегда возникает у людей. Насколько честно и как правильно идет расследование, да, и вернут ли деньги. Это тоже большой вопрос, но МВД, к сожалению, сегодня вот к эфиру не подключились, не смогли нам выделить спикера почему-то, жалко, хотели поговорить на эту тему. Но тем не менее, это же имеет место быть, да, это же по вашим делам все-таки, вы разные органы. Вот Юрий спрашивает. Да, это то, что я, вся статистика, которую называю, это по делам, которые находятся в производстве у агентства органов по финансовому мониторингу. То есть нам нужно смотреть совокупно, да, почему? Потому что МВД тоже расследует. Конечно. Это альтернативная подследственность, может или агентство заниматься, может или МВД, или могут они вместе, там есть совместные следственные группы. Вот, но я что хочу сказать, чтобы люди не обнадеживались, да, что я вложил, а потом профессионалы помогут вернуть. Изначально любая мошенническая схема, будь то интернет-мошенники, будь то финансовые пирамиды, они настроены на что? На то, чтобы деньги заработать и их спрятать, да, то есть чтобы на них не было обращено какое-то взыскание, там, преследование и так далее. Поэтому, да, я понимаю, что удается там транспорт, ксероксы, компьютеры, там, в лучшем случае офисы, если они не в аренде, еще что-то, может быть там остатки на счетах какие-то заблокировать, потом это все обернуть в счет возврата пострадавшим. Но любой профессиональный мошенник, зарабатывая, скорее всего, он это куда-то прячет, переводит, где, даже если у него будут какие-то проблемы с органами, чтобы он потом этим мог воспользоваться. И вот тому пример, человек, который организовал Финника, уже будучи в следственном изоляторе, распоряжался своим кошельком биткоин и какие-то, значит, вопросы он параллельно закрывал. Это говорит о чем? О том, что, скорее всего, на эти цифровые активы никакие ограничения в рамках следствия наложены не были, и он продолжал ими распоряжаться. Это как пример просто. Алибек, а вот по иностранным, да, так скажем, организаторам финансовой пирамиды, мы затронули вопрос, очень часто эти организаторы, они находятся не в Казахстане, где-то там. Вот как по этой статистике, да, часто граждане иностранных государств, вот удается их привлечь к ответственности, и вот именно возможно ли вернуть эти похищенные средства с зарубежных счетов? Были у вас такие случаи? Ну, что касается статистики, на сегодняшний день в международном розыске находятся 8 человек. Есть такая финансовая пирамида, нашумевшая B2B, ювелир, по-моему, да, называлась она. Так вот, ее организатор, он гражданин Украины, находился за рубежом, был объявлен в международный розыск, и по линии Интерпола его в одной из западноевропейских стран нашли, задержали. Сейчас готовятся все, ну, проходят все процедуры, готовятся документы для экстрадиции в Казахстан, и для, наверное, скажем так, решения действительно правосудия, именно здесь, в Казахстане, по пострадавшим. Потому что очень много граждан Казахстана, именно они орудовали в основном в городе Алма-Ата. Я думаю, что зрители все помнят эту финансовую пирамиду. И, соответственно, в данный момент готовятся соответствующие, то есть проходим соответствующие процедуры для экстрадиции этого гражданина в Казахстан. И в целом, то есть, если человек находится за границей, если действительно доказано о том, что он является организатором финансовой пирамиды, то есть объявляется в международный розыск, и вот один из примеров, я уже назвал выше, по работе именно в плане наказания людей, которые находятся за границей. Можно здесь добавить? Да, конечно. Мы в прошлом году, осенью прошлого года инициировали депутатский запрос и предложили в нем актуализировать всю международную правовую базу договорную, в том числе и в Евразийском экономическом союзе, с точки зрения того, что там вот у нас есть соглашение по помощи по уголовным делам и так далее, чтобы мы учли какие-то реалии времени с точки зрения вот интернет, роста интернет-мошенничества и так далее. Почему? Потому что, как правило, они такой более рамочный характер носят, эти документы. И также мы предложили, что давайте мы создадим единую методику включения в черные списки недобросовестных организаций в рамках Евразийского экономического союза и создадим единую методику регуляторов по включению в эти черные списки таких организаций для того, чтобы у нас, во-первых, были единые стандарты, во-вторых, чтобы у нас было не два сайта, один у агентства по финансовому регулированию, другой там у Центробанка, для того, чтобы люди это могли посмотреть. Тем более, что из нашего списка на тот момент половина организаций, в нашем тогда было 121, вот 65 или 66, они все уже были в списке Центробанка. То есть это такая трансграничная преступность. И тем более, что в дорожную карту по борьбе с интернет-мошенничеством и финансовыми пирамидами, которую утвердили, внесли необходимость присоединения к Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью, и это бы все в совокупности дало эффект. Но есть такие, скажем, нюансы, когда страны, в которых, скажем, сидят организаторы, там того же интернет-мошенничества, например, или финансовых пирамид, понимая, что к ним будет большой поток запросов, они этот вопрос не хотят быстро решать, скажем так. Вот, поэтому госорганы там приняли к сведению, сказали, мы ревизию договорной базы проведем, но это такая очень долгая переговорная работа должна будет происходить в рамках, например, Евразийского экономического союза. Хорошо, сейчас вынуждены прерваться на короткую рекламу, позже продолжим обсуждать этот важный вопрос. Вы смотрите «Дневную смену», мы сегодня говорим о финансовых пирамидах, о том, как не попасть на удочки ловких мошенников и не отдать им свои кровные, и не жалеть потом об этом. Выясняем причины, почему это происходит, ну и как поднимать финансовую грамотность, собственно говоря. Ну вот смотрите, сейчас о наказании, да, я хочу опять вернуться, а не о наказании, а, Алибек, вы у нас на связи по финансовому мониторингу, вот скажите, чтобы закончить эту тему с наказанием, есть какие-то превентивные меры, которые можно применять, ну вот, не знаю, компаниям с признаками финансовых пирамид, если существуют ли они, то есть выявлять это до того, как обнаружатся десятки или сотни пострадавших. Это же вопрос, ну, собственно, адресую другим нашим спекерам, но, Алибек, давайте начните. Хорошо, ну, что касается превентивных мер со стороны именно агентства по финансовому мониторингу, как на УЗБ, работы которых направлены как раз-таки на, в том числе и в этом направлении. Значит, на сегодняшний день у нас проводятся, помимо того, что идут разъяснительные работы среди населения по всем возможным каналам, это и социальные сети, это и интервью с помощью ваших коллег с средств массовой информации, ну и, конечно же, ведется внутренняя работа по мониторингу, постоянному мониторингу социальных сетей, интернет-ресурсов на предмет продвижения рекламы именно компаний с признаками финансовых пирамид. На сегодняшний день у нас уже 1300 ссылок приняты к киберконтролю и применяют сейчас процедуры для их блокировки, вернее, именно в плане финансовых пирамид. Поэтому, а для граждан самые простые правила, это прежде всего, никто вам никогда в жизни не заплатит 500 или 1000 процентов дохода сверху. Ни один банк, банк второго уровня, такие проценты не предложит, а если вам предлагают, то это однозначно финансовая пирамида. Затем нужно обращать на самые-самые элементарные признаки. Отсутствие офиса, отсутствие невыдачи элементарно чеков, договоров, когда компании прикрываются какими-то другими инвестиционными компаниями, образовательными центрами и так далее. И уже после какого-то определенного первого этапа начинают дальше предлагать покупку определенных товаров или услуг и так далее. Затем, любая финансовая пирамида держится за счет того, что в ней постоянно идет поток населения. То есть, если пришел человек и предлагают привезти за ним еще несколько человек, то это один из признаков финансовой пирамиды. Поэтому для граждан, для физических лиц, а именно физические лица страдают от деятельности таких преступников, именно организаторов финансовой пирамиды, вот такие вот рекомендации, такие условия для того, чтобы не попасть на уточку мошенников.